Субтитры делал DimaTorzok И едем на улицу Ленина Понимаете, вот эти антихристовые все словечки, атрибуты Прямо требуют отчитки, требуют нашего посещения, понимаете Господь вот и посылает нас с молитвой по всем этим антихристовым местам Чтобы сбередить это стадо свиней Чтобы оно вверлось в море и бежало с Руси-матушки Бежало в пучину, в бездну Там, где и находится юрисдикция На шельфе, где-то там в милях нескольких сот от берегов Вот так, мои дорогие, всех поросят туда Все бесовские эти духи во главе с антихристом Дорога одна в свою юрисдикцию Аминь Господи, управи молитву моего спасения Научи меня, Господи, усердно молиться Тебе со вниманием И любое, без которых молитва не бывает услышана Да не будет у меня ни прежной молитвы, а грех мне Рассеянный ум мой, собери, Господи, леденевшее сердце Чисти, якоби трудая мне покаяние Якобу дарю воздыхание Якобу блудницы слезы довелием глазом Зовути Божа спасимя Якобу един благоутробенный человек Улюбец, недостойный, Господи, говорит пред Тобою Потому что весьма грешен Господу помолимся Господи, в делах, словах и помышлениях наших Содействуй нам помощью Твоею Да благо угождаем пред Тобою во всяком время Даруй, Господи, чтобы жизнью моею прославлялось имя Твое Святое Пресвятая Матерь Господа Испроси милости Войнам, смиренного Духа Пресвятая Владычица моя, Богу Родице Помилуй мя и спаси мя И помози мя ныне в жизни сей И во исходе души моей я и в будущем веце Святые Ангели, Господень, Хранителю мой, Святый Помилуй мя и молись о Господом негрешнем Вси святее предстательствую тем негрешным Господи, помоги, даруй мне силы ходить по воле Твоей Отец наш Небесный, сжалься над нами грешными И дай нам силы исправиться и стать действительно детьми Твоими Пощади, пощади, Господи, призри на моление наше И не лиши нас благодати Твоей я Господи, настаивай на дела благие и душеполезные Даруй мне, Господи, чтобы слова уст моих и помышления Сердца моего были благоугодны пред Тобою Господи, даруй мне сердце простое, открытое, незлобивое Верующее, любящее, щедрое, достойное вместилище Тебя Все блага, Господи, даруй мне дух кротости Дабы быть кротким ближним моим и воздержанным от гнева Даруй мне дух смиренно-мудрее, дабы не думать о себе высоко И не гордиться, Господи, при милосердии Иисусе Христе Исцели, уврачуй наши окаменелые души и сердца нечистые Почисти всесвятым Твоим именем Даруй не воронять никогда гоны из густ памяти, ума и сердца Им дышать и же утворяться нам бедным Пресвятая Дева, Мать и Господа, покажи нам мне ухозим Древней милости Твоя И спасли дух разума и благочестия Дух милосердия кротости Дух чистоты и правды Иисусе, Иисусе помилуй, пощади, просвети, спаси Даруй, Боже, нам духовно жить Духовно мыслить, полезно говорить Всех почитать внутренне, а не пренебрегать Боже мой, Господи, Ты всемогущий желаешь чистоты души Будь милосерд, помоги мне грешному в точности исполнять учения Твое И тем достичь спасения Господи, помилуй меня грешного Немощного и бедного И не спасли на меня благодать Твою Не попусти мне искуситься Пачи, нежели могу По милосердиям мне, Господи, по благоутроби Твоему И спаси меня по единой благости Твоей Молитвами причистой владычицы Богородицы и всех святых Твоих Не попусти на меня, Владыка, Господи, искушение или скорбь Или болезнь свыше силы моей Но избавь от них или даруй мне крепость перенести их С облагодарением Помилуй меня, Господи, не внили в суд с рабом Твоим Прости все согрешения мои, больные и невольные И даруй, прежде конца, истинное покаяние Помилуй меня, Боже, повелите милости Твоей, судимя Не по делу моим, а по множеству щедрот Твоих Согреши их, Бог, но не отступив от Тебя, Бога И спасителя моего, и благодетеля моего Даруй мне, Господи, видит грехи мои И оплакивать их Имеет уже силы и действительные слезы покаяния Преизбыточествуют же слезы, проливаемые от мучений Невоздыхание некрестанное слышно теперь Но нескончаемое сетование Или же и прими горькое тяжкое воздаяние За дела свои, горя во пламени Как нечистое вещество И воспаляя неугасимую гиену Неусыпающего зверя, лютого червя Куда ты? Нам не сюда Только показывай Не, не, не Христос воскресе, братья и сестры Мы в предуралье В предуральских горах И хотелось бы вам показать настоящую пихту Вот Может, кто давно не видел, соскучился, да глянем Так Вот Тут даже, вон, видите Болотное лудо Вот она Пихточка-то Вот она, красавица Вот большая пихта А вот такие вот и маленькие Вот это все пихточки Вот Вот они, красавицы Мягенькие-мягенькие С очень вкусным запахом Вот так, мои дорогие Сколько же красот И сколько чудес И милости являет Господь Бог нам Мои дорогие Не предавайте Бога Мы грешные Ничтожные Вялые Немощные Но не предавайте Бога Отказывайтесь от документов Отказывайтесь По одной простой причине Это же спасение нашей души Это вечность Не сможем мы с антихристовыми документами Пребывать у Господа Мы можем грешить По своей немощи Но не забывайте Кто Распял все грехи мира На кресте Господь наш Иисус Христос Каждого грех распял От нас требуется Истинное Смиренное покаяние Мои дорогие И быть с Богом Не предавать его А сегодня Так важно Поправить крещение Не зря же Господь послал нам Помазанника Пророка Божия Ильи Царя Патриарха Зосимы Вот его молитвами Давайте и будем спасаться Это же как проще Мои дорогие Чем биться Головой В стену Невозможно Пробить без Бога Ничего Никакой самонадеянности Никакого Своеволия Ничто нам не поможет Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитвами Пречистой своей матери Преподобных И богоносных Отец наших Отца нашего Духовного Пророка Божия Ильи Царя Патриарха Зосимы Моли Бога Нас грешных И недостойных Довразумит Укрепит И направит Нас на путь Истины Спасения Аминь Спасибо Благоверным Всея Руси Самодержце И Христолюбим Воинстве Его Одержа И победе Пребывание В мире Здравия И спасение Его И Господу Богу Нашему Найпачу Поспешите Пособите Ему Во всех И покорите Поднози Его Всякого Врага И супуста Та Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Ищем Молимся Пророче Божий Инохи Великом Князе Митрополицы Всея Руси Царской Империи Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Ищем Игорь 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 Народу Русским Пресвятая Владыница Наша Богородица Заступница Земли Русские Икона Владимирская Божья Матери Наша Владычица Наша Моли Бога О нас Грешных Моли Сына Твоего О нас Грешных И Недостойных Богородица Деву Радуйся Благодатная Мария Господь С Тобою Радуйся 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 Аминь глаголю вам. Какой чудный и милостивый наш Отец Господь, Творец всего видимого и невидимого. Господь, Ты, кто сотворил небо и землю со всяким дыханием, умилосердись над бедным русским народом, и дай ему познать, на что Ты Его сотворил, Спаситель мира Иисусе Христе, Ты, отверзу отчисли порожденному, открой глаза и нашему русскому народу, дабы он познал волю Твою святую, и отрекся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым и честным. Душа святых, утешителю Ты, что 50-й день сошел на апостолов, преддействилися в нас и согрей святой ревностью сердца духовных пастырей наших, пророка Божия Ильи и всех архиереев Царской империи служащих, и всего русского народа благословенного Ефрема, дабы свет божественного евангельского учения развился по всей земле русской, с ним снизошли на ней все блага земные и небесные. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Помолимся всем нашим печальникам о земле русской, со умилением сердец. Колено преклонно, в предуралье, мои дорогие, помолимся. Боже, возьми иконочку, мать, спаси Господи. Эту можешь оставить мне, возьми большую. Вот эту вот, вот сюда, вот так. О! Господи, помила. С умилением сердец, ко всем небесным печальникам о земле русской, помолимся. О, великие печальники, заступники наши пред Богом за землю российскую, святители Христовы Петри, Алексея Ионии, Филиппе, священному ученичу Ермогене, преподобные отцы наши Антонио Феодосия Засимисаватия, Сергея и Никоне, и все новые чудо-творцы во дни наши Богом прославленные, Феодосия, Серафимия, Сафия, Петеримия и Иоанни, и святые патриархи Иове и Тихони, царские великомученики, великий царь и скупитель Николай II Александрович, императрица Александра, цесаревич Алексей, великие княжные Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, великий пророк и целитель Григорий Новый, ангел земли русской, пророк и целитель Отрак Вячеслав, и все наши святые, землю русскую воссиявшие, весь мир просветившие, и все новомученики, исповедники российские. Услышите многоскорбную молитву нас, грешных русских людей. Наша некогда святая Русь, ваше Отечество, погибает от беззаконий сынов своих, уже колеблется спасительное православие, уже сверкает меч Божий над бесплодным древом Руси грешной, уже слышится в совести наших грозный приговор Господа, отымется от вас Царствие Божие, дастся народу творящему плода Его. Мы все же дерзаем именовать вас своими родными. Вы родные нам по крови по земному вашему Отечеству. Вы наши самые близкие заступники пред Богом. Зрите скорбь нашу великую, зрите беду нашу лютую, общую беду родной вам земли. Придите же на помощь ей, умолите Владычицу мира, Матерь Божию, да смилуется она милосердно над нами грешными. Тысячу лет она покрывала, заступала Русь во всех бедах, и на пастях, и скорбях ей я. Да не отвратит и ныне лица своего от народа русского за грехи наши. Да станет между нами и прогневанным сыном своим и Богом. И воздевая, причистая свои руки, паки, и паки да умолит его милосердие. Приложите гнев на милость ради той крови, которой так много пролито нашими воинами. За Божью правду, за братья своих, за веру православную, и родную землю, ради горьких сирот, оставшихся беспомощными после убиенных наших братьев, ради нищих и убогих, лишаемых хлеба насущного, ради тысячи скалеченных наших воинов, ради всех скорбящих и бремененных чающих Христово утешения, и я, Матерь Него заступления, о святые угодники Божии, наши по плоти сродники, подвигните на молитву за нас и всемирно гостоль Русью, любимого великого чудотворца Николая и всех апостолов, пророков, мучеников, святителей, преподобных и праведных, подвигните архангелов и ангелов всю церковь на небесах торжествующую. Ваша родная Русь в великой опасности и в час грозного суда Божия над нею к вам взывает. Спасите и молитвенным вашим заступлением. Ведаем грешные, что доколе мы живы, да то ли еще не затворились двери милосердия Божия, да то ли Господь готов еще принять и наше покаяние. И спросите же нам у него самое покаяние, да наказуя накажет нас, смерти же, и погибели да не предаст народа нашего. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе. Все исповедники, новомученики, все наши святые за землю русскую, молите Бога о нас грешных, недостойных, погибающих, но не хотящих оставите Отца нашего и Творца, Бога нашего. Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему слава. Все святые отцы, вы же сами предсказали, что будут спасаться одни скаридные грешники, кои мы только мы и являемся. Господи, спаси и сохрани каждую душу человеческую, прибегающую к Тебе. Господи, мы, как малые дети, удаляемся от Тебе, но Ты не остави нас и сохрани нас, свое малое стадо. Всех в рассеяниях сущих собери воедино, чтобы прославлялась нами, грешными, пресвятое имя Твое, пресвятое имя пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 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 Вот. Можно продолжим? Да, да, да. Если раньше у нас было строго, то теперь мы идем на экономию экономии. А днем, то есть, Таинство, Святым Духом, Мира Помазания. Вот, моя дорогая, если Вы все веруете, мы сейчас прочтем молитвочки, предначинательные. Потом будет отречение от всех антихристовых документов, какие когда-либо у Вас были. Вы будете вот здесь, вот, я Вам дам, Вы будете просто, я буду зачитать вопросик, а Вы будете вот красным ответы читать. Вот. Евангелие. Здесь крест. Все будет крест и Евангелие. Теперь трижды. Смотри. Поворачиваться на запад и на восток. Отрицаюся Тебе, Сатану, гордыни Твоей служения в Тебе. Отрицаюсь Тебе. Вот, вот и читаешь. Отрицаюся Тебе, Сатану, и Антихриста Твоего, гордыни Твоей, и служения Тебе, и сочетаюсь Тебе. Стоп, а сочетаемся на восток. И сочетаюсь Тебе, Христе, Христе, Твоего Отца и Сына, и Светого Духа. Аминь. В руках возложения миропопозанием архиерейского господобивы, сохрани я во Твоей святыне дачи по воле Твоей ходите и сподобие я с нами в наслаждении быть из страшных Твоих таинств и соблюдших. Я же в Тя веру праву достойно. Явитеся и небесного Твоего Царства и благодателю Христа Бога нашего. С ним же Тебе подобает слава, честь и поклонение соприсвятым и благим уже творящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Благословенный Си Господи Божий Вседержителю и источниче благих солнца правды воссияв и сущем во тьме свет спасения явлением единородного Твоего Сына и Бога нашего и даровав и нам недостойным блаженное священие в животворящем помазании иже ныне благоволилы все рабе Твои все фатине обратитесь от прелести еретические и познайте Твою истину и в покаяние прибегнути Твоему благоутробу и соединитесь и святому Твоему избранному стаду и оставления грехов и узк клятвенным разрешением но и недостойным рабом Твоим даровав истинам истинам когда во всяком деле и слове благо угождает Тебе черь и наследница будет пренебесного Твоего царствия и яко ты истинам бог наш бог ежемилов и спасать и тебе славу отсылаем отцу и сыну и святому духу ныне пресно и во веки веков слава истинам именем господа нашего иисуса христа и духом бога нашего миропоползание архивейское прияло истинам во имя отца и сына и святаго духа аминь аминь да приема ушим ослышание таинства духовного и евангелия христова яко же рече христос имея уши слышите да слышит да не приложится ему и ей всякое злое слышание печать дара духа святаго аминь да понимает божественных тайн яко да и той будет в мира христов благоухание в добровольство спасаемых да не бывает спрадное первое лести печать дара духа святаго аминь да первого вкуса вторым заградить сирич телами кровью христовую печать дара духа святаго аминь да молкийся в броню правду противу художеству вражью станет яко победитель непобедим печать дара духа святаго аминь да будут готовы на простертие во благотворении и надливание всякого зла господу помолимся господи боже нас подобию совершенно показат терапевт милисей фатине веру и правы я же в тебе и печатью дара святаго духа во святом твоем пренебесном помазании ты владыка всех истинную веру в ней соблюди воспитая я в правде истине все дарования твои украси яко ты если бог наш и тебе славу воссылаем отцу и сыну и святому духу ныне пресно и во веки веков господу помолимся и избавление согрешения покаяния ради от прелести иеретических к истине твои обращения рабе твои дарва и живот обновления подав и сам владыка господи просвещение лица твоего в сердце я всеевать и всегда благоволи щит веры я не навет он от врагов соблюди не тлени одежду ею же одеяйся не скверну и не блатину сохрани нерушим в ней духовную печать благодатью твоей соблюдая милости вже той и нам бывая по множеству щедрот твои якоб благословися и прославися причестное и великолепие имя твое отца и сына и святаго духа ныне пресно и во веки веков благословение Господне на вас того благодатью щедрот и человеколюбие всегда ныне пресно и во веки веков аминь ну теперь давайте благословим вас Владыченька Ануфрий иди в новопросвещенную рабу Божию благословляй во имя отца сына и святаго духа поздравляю вас сестра поздравляю поздравляю благослови слава Богу величаем величаем страста терпи святы великому учениче Дмитрие истим честное страдание твое я же за Христа претерпел истим молите Бога нас и небесные силы начало власти престола и господстве Херувим и Серафим и непрестанно славящие Господа все ангели и архангели великие архистратижи Божий Михаил и победитель демонов победили сокруши всех врагов наших видимых и невидимых молитвах и молитвы А сейчас, мои дорогие братья и сестры, мы будем читать и молиться Пресвятой Владычице нашей Богородице, Акафистам Владимирской иконы Божьей Матери. И я вас всех люблю. Слава Богу за все. Наша Русь, матушка необъятная, ждет всех ваших молитв, мои дорогие, чтобы не только мы, но и вы все как можно больше молились о Руси и о крестном ходе на победоносном Руси с иконой какой же Владимирской иконой Божьей Матери. Спасительница, укрепительница, утешительница, чудная и преславная мамочка нашей Пресвятой Богородице. Аминь. О, всемилостивая Госпожа Богородице, Царица наша Небесная, образом иконы Владимирской, моли Бога у нас. О, всемилостивая Госпожа Богородица, Небесная Царица, всемощная заступница, непостыдная наше упование, благодарящая Тя всех великих благодеяниях, в роды, родов, людям российским, русским, от Тебе бывших, пред причистым образом Твоим молимся. Сохрани в весе сии и грады сия и в святые обители Тридину России сугубо боголюбого находящихся и дай во стократном обители и всю землю русскую и предстоящие рабы Твоя, и всю землю русскую, отклада, губительства, земли, трясения, потопа огня, меча, нашествия на племенных и междоусобные брани и Отца нашего Духовного, находящегося в заточении, Пророка Божию Ильи и благоверного всея Руси, Самодержца, Царя-Батюшку нашего Зосимы и всех христолюбивого воинства Его, и всех верно подданных Его, Пророка Божия Еноха, митрополита Царской империи, и владыку Симеона, и монахиню Иулию, и Скингуменю всея Руси, Сафроню и всех находящихся в гонениях, чад Царской империи, их же имена, и всевеси, сохрани и спаси госпожи на многие, Грета! И всех архиепископов, и епископов, и всех архиереев, честно в православной вере стоящих, и в царской империи служащих, весь священнический монашеский чин, и всечестных игуменей Тридвины и Руси, и всех в агрессии игуменев, братьев и сестр наших в России несущих и принявших присягу на верность помазаннику твоему, сына твоего, дащим церковь российскую, русскую, царской империи, добре управите, верные овцы Христовой, не гиблимой соблюсти, помяни, владычица, и весь священнический монашеский чин, согрей сердца их ревностью обозе, и достой названия своего ходите, кое-кожно укрепи, спаси, госпожи, и помилуй, вся рабы твоя, и даруй нам путь, всем много поприще, без порога прийти, утверди на сфере Христовой его усердника православной, терпи царской империи, вложи в сердца наш дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в терпениях, напастях, терпения нам подачь, во благоденствии, воздержании, в ближнем любовь, коврагом всепрощения, в добрых делях преуспеяние, избави нас от всякого искушения, от окамененного нечувствия, в страшный же день, суда сподоби нас, ходатайством Твоим, статя, зестуя Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, с Отцем и Святым Духом, ныне присно, и во веки веков. Теперь, мои братья и сестры, 50 раз молитва к Ангелу-Хранителю. Святые Ангели, Хранителю мой, моли Бога обо мне. И сейчас мы объедем Уфу, крестным ходом немного, мои дорогие. Всемогущий Божий, Ты, кто сотворил небо и землю со всяким дыханием, ему милосердие над бедным русским народом, и дай ему познать, на что ты его сотворил. Проливали слезы, да плачуся, всегда пред милосердным Богом, чтобы, послав благодать свою грешнику обуреваемую, ежечасно душу мою извлек он, из свирепеющего моря метущегося греховными волнами, усилились хотения мои, стали подобны ранам, которые вовсе не терпят врачебных перевазок. Жена-блудница, пришедшая в ужас, вдруг оказалась целомудренной и сердной, потому что возненавидела дела срабного греха, приведя себе на память будущий вечный стыд и нестерпимое мучение в наказании. А я ежедневно обещаюсь отстать от греховных страстей. Не отстаю от них, но всегда неразумно держусь худого своего навыка. Есть у меня в надежде чаяния покаяния, обманутый суетным обещанием всегда говорю. Покаюсь и до ныне не каюсь, на словах только прилежно каюсь, а делами весьма далек от покаяния. Забываю даже, наконец, собственную свою природу, потому что делаю зло с сведением и грешу по уборству, и сам не нашел места покаяния, потому что с уборством привлекал в себе грех, и грешил не по увлечению и не по заблуждению, но с сведением после вразумления огорчил родителей, и не уследился Бога. Иуда предатель не нашел места покаяния, потому что грешил, пребывая вместе с Господом, и знал, что делал после того, как видел на себе опыт благодати, поэтому чеку ожидать мне, бедному, в рассуждении грибов моих, содеянных в видении, известно, что и помысливший только худой равен содеявшему, чем буду оправдаться в бесчисленном множестве беззаконий моих, хам, замысливший только посмеяться над отцем, отвержен, соупущенники Кореевы, поглощены землею, хотя вовсе ничего не сказали и не сделали, подобным образом пострадали и бывшие при Илии, и Саул, гнявшим помыслом и далослужение твержен, и Хитофел, подавший только совет, умер во грехе, и сыны Аароновы, погрешив, наказаны смертью, и Софира с мужем за пренебрежение своей не имели времени на покаяние, рассматривая дело свое, беру во внимание согласие свое, не ожидаю перевеса правосудия, признаю его явно справедливым, для чего вводить меня в заблуждение, принятый мною на себя образ, когда чуждие добродетели пред Богом, все надзирающим делаю противное, справедливо фарисеи потерпели обличение от Христа Спасителя, который наружность их назвал лицемерною, а я всего чаще бываю в таком затруднении, потому что обличаемый своей совестью негодую, и обличение кажется мне жестоким, истинно горько, старающимся утаиться, раскрою свою наружность, и окажутся во мне черви, сниму с себя личину перси, и окружающий меня увидит, что лежит во гробе, рассмотрит силу моих дел, заметит фарисейское подобие, а если не сделается это явным здесь, то огонь искусит на суде, как говорит апостол, простри, Господи, руку помощи мне, лежащему во прахе, ибо хочу встать и не могу, время греха подавило меня, и лукавый навык удерживает меня, смотрю глазами и хожу, как во мраке, вижу руку свою в глубокой тьме, и весь я, как расслабленный, благодушествую и недоволен собою, даю обед перемениться и пощусь, но всегда встречаю препятствия, ревностен я к словословию, и не позабочусь угождать Богу, как осмелюсь просить об оставлении прежних грехов своих, немало не забывая прежнего своего поведения, или как совалипусь в ветках и расслабленного человека, не отложив вожделений прежнего своего обольщения, увы мне, как перенесу обличение беззаконных делах моих и кокуслах, помилуй меня, Боже, повелите милости Твои, поможешься ущедро Твоих, недостойные устой, сердце нечистое, и душа, очерненная грехами, вопиют к Тебе, Владыка, услыши меня, о благости Твоей, и не тринь прошения моего, потому что не отвергаешь прошения истинно кающихся, твое же покаяние нечисто, но растленно, один час каюсь, и два пригорчаю Тебя, утверди прошения мои в страхе Твоем, Господи, утверди душу мою на камень покаяния, свет благодати Твоей, да препобедит Тьму, которая во мне снизойти на моление мое, благие Господи, не по правде моей, потому что не имею у себя ничего доброго, но по щедротам Твоим, по великой и несказанной благости Твоей, возбегни члены мои сокрушенные грехом, просвети сердце мое, омраченное лукавым вожделением, спаси меня от всякого лукавого дела, да никогда не сложи меня противник, не отврати лица Твое, год мне, и не скажи мне, аминь, глаголю Тебе не вентя, спаси скорбную душу от смерти, Господи, имеющий власть над жизнью и смертью, ибо Ты, сказал Владыка, простите и дастся Вам, очисти меня, Господи, от всякого греха, прежде кончины и дары, мне, человеколюбец, во всю эту краткую жизнь мою источать из сердца слезы по очищению душевных скверд моих, чтобы мог я здесь ищи из многих моих обязательств, уплотись, хотя немногие взыскания, и дам спастись под подкровом всесильной руки Твоей, когда всякая душа вострепещет, предстрашенную Твоей славою, и, Владыка, Единородный Сын Божий, услыши и приими и прожжения грешного и недостойного раба Твоего, спаси меня, Туни, по благодати Твоей, потому что Ты милосердный и человеколюбимый Бог, и Тебе, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, воздаем славу и благодарение, и поклонение ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе. Вот наша сущность. Вот мы все такие, вот как есть. Мои дорогие братья и сестры, это уникальная молитва слов Ефрема Сирина на каждый день. Если имеете возможность, и сердечное сокрушение, и вам не просто так с утра встается и до вечера живется, мои дорогие, Господь Своей милостью вот здесь все сказал о нашей сущности греховной. Да, слабые, грешные, недостойные, поганые, но истинное сокрушение и покаяние дадут добрые слова, написанные с Духом Святым, сказанные Ефремом Сириным и записанные в этом молитвословии. Да укрепит вас всех, Господь, простите меня, грешного, и недостойного, раба Божьего и вашего служителя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, и вашего служителя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, и вашего служителя. Субтитры создавал DimaTorzok, ДимаTorzok, и вашего служителя. Ну, я что вам скажу, доброе дело, что кинули всю эту гадость на Барнишку, и перебрались в нормальное место. Вот я сейчас по Руси как по поездил, скажу, вот все наши, но не найти никого, вот так вот все. Это доброе, приятно, что по всей Руси, по всей Руси, кто где, но все вот в таких местах, Все в лесах Пинцать У меня все на это Аминь Господи, Самосвятина и тем Пресвятаго Духа Место сей, алтарь сей Господи, чтобы послужить Божественную службу Молебны Во славу Пресвятаго Имени Твоего, Господи Прости меня грешного и недостойного Ничтожного, немощного, вялого Поганого Вот, держи вот так Да отбегнут, отступят От дому и места сего Вся лукавое, дьявольское Бывание, чрезвяне Волшебное действие И вничтожено, обратятся И исчезнут Во имя Отца Аминь И Сына Аминь И Святаго Духа Аминь И Сына Аминь И Святаго Духа Аминь Освящается Дом сей Помазанием Святаго Иллея Сего В имя Отца Аминь И Сына Аминь И Святаго Духа Аминь И Святаго Духа Аминь И Святаго Духа Аминь Он сказал И волос с головы вашей не упадет Без ведома моего Мои дорогие братья и сестры Да можно жить И есть люди, которые живут без документов Но без Бога жить невозможно А документы Это еще одно подтверждение Что срочно Прямо очень срочно избавляйтесь, мои дорогие И не помеха И молитесь просто всегда Едете, молитесь Дышите, молитесь Смотрите, молитесь Работайте в огороде, молитесь Славьте Господа нашего Пресвятую Владычцу нашу Богородицу И все будет добре Слава силе Твоей, Господи Пресвятая Владычца наша Госпожей Богородицы Молись Сына Своего И Бога Нашего О нас грешны и недостойны Аминь Уральские бабочки По большому количеству Смотрите А красивые какие Интересно, что-то вкусное небось Смотри Вот это да Там как метель какая-то Да Бабочная метель Во славу Господа нашего Иисуса Христа Слава силе Твоей, Господи Чудные, чудные дела Твои, Господи Это же надо Какая красота Поехали Поехали Поехали